Доброе утро! Давно мы с вами что-то к Псалмам не обращались. Сегодня рассудилось мне прочитать Псалм 45, поговорить о нем каратенечко. Аллилуйя! Хвали душа моя Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа, Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим, Господь разрешает узников. Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать во веки, Бог твой сион, в род и род. Аллилуйя! Псалом начинается словословием «Аллилуйя», заканчивается им же. Вот, ну и по идее, таковой должна быть наша жизнь. От начала до конца – это хвала Господа, приятное благоухание для Него. Словом ли, делом ли, мыслями. То есть, Господь хочет, чтобы мы прославляли Его имя. Вот, для того Он нас и создал. Смотрите, написано «Хвали душа моя Господа, буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есть». Псалом начинается с такого решения, да, «Хвали душа моя Господа, буду восхвалять Господа». И это очень похоже на такие моменты, когда у нас, ну, что-то происходит хорошее, мы начинаем славить Господа, говорить Ему хвалу, говорить Ему всякие обещания, «Господь, я для тебя, вот теперь я», там, ну и дальше вариации. Либо, когда человек, на самом деле, пребывает в Слове, и Господь открывает ему что-то, получает откровение какое-то от Господа, какое-то понимание Божьих путей, к того, как человеку этому самому нужно поступать, ну и так далее. То есть, Господь как-то вот касается человека, как-то открывает ему Слово или путь. И человек тоже такой, исполненный радости, вот, потому что Дух Святой коснулся его такой, тоже может говорить, а, слава Господу, Господи, я для тебя, там, все такое. А дальше, вот, 33 стиха, как будто, получается, приходят проблемы. Он говорит, не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух его, и он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления его. То есть, с одной стороны, человек говорит, я, Господи, буду тебя славить, и так далее. Но, с другой стороны, вот, автор Псалма упоминает такую вещь, не надейтесь на князей, тем не менее. Как бы там, ну, что бы ни случилось, не надейтесь на людей. Да, мы имеем дело с людьми, вопросов нет. И часто Бог дает нам какие-то благословения через людей. Вот, то есть, к нам, ну, я думаю, не так часто прилетают ангелы, да, и что-то делают, ну, по крайней мере, видимо. Но Бог часто свою помощь посылает через людей. Но Писание также подчеркивает очень жестко, не надейтесь на людей. Не надейтесь, не возлагайте, не рассчитывайте на то, что, да, вот сейчас вот у меня там что-то, что-то случилось, и вот надеясь, что вот этот человек мне поможет. Надеясь, что вот там что-то срастется, вот этот вот человек будет на месте, там, ну, и так далее. Вот, интересно, что люди после того, как разочаровываются в других людях, в отношениях, в каких-то делах, в чем-то еще, ну, какие-то неудачи, когда происходят, они приходят к Богу и говорят, Господи, Ты моя последняя надежда. Вот, и вот, честно говоря, мне, ну, да, я понимаю человека, я понимаю такого человека, потому что сам таким был и бывает, и сам такой до сих пор. Вот, но вот даже просто как, если логически размыслить, вот мне кажется, что как-то это обидно быть в последней надежде, на самом деле. То есть, да, Господи, я уже перепробовал все, к Тебе не обращался, перепробовал все, но вот ничего не получилось. Ну, помоги, пожалуйста. То есть, Богу должен быть первой надеждой, вообще-то. То есть, если что-то случается или не случается ничего, мы должны в любом случае прибегать. Господи, Господи, вот я, вот моя жизнь. Пожалуйста, действуй, пожалуйста, исцеляй, потому что даже если ничего не произошло, все равно, на самом деле, есть много над чем в наших сердцах поработать. Много чего там починить, вот, смазать. И мне кажется, на самом деле, как-то вот не очень, да, приходить к Богу и говорить, Господи, ну, уж помоги, пожалуйста. Ты моя последняя надежда. Поэтому, вот, повторюсь, если что-то случается или ничего не случается, Господь должен быть нашей первой надеждой. И действительно, не стоит надеяться на князей, на сына человеческого. Ну, здесь имеется в виду власть имущие, так называемые. То есть, князья, ну, во-первых, потому что они сами люди, они не все могут. А во-вторых, потому что они, как бы сказать, не каждый человек вот прямо вот спит и видит, как бы вам помочь. В основном люди спят и видят, как бы все устроить в своем доме, в своем месте, в своих делах, вот, чтобы себе было получше. И третья причина, что на самом деле, вот, сейчас человек есть, а его может и не быть через буквально, там, два дня, да. Выходит, дух его, он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. И опять автор псалма убеждает человека, надеется на Господа. Пятый стих. Блажен, кому помощник Бог, Яковлев, у кого надежда на Господа Бога его. То, что Господь является помощником, это не вопрос вообще. Вопрос в том, где наша надежда. Потому что, мне кажется, уже всем понятно, что Господь есть Бог. Господь есть Бог Спасающий. Здесь написано, сотворивший небо и землю, все, что в них, вечно хранящий верность. Смотрите, Господь, если сказал, что будет заботиться, он будет заботиться. Он хранит верность. Вопрос, где верность наша. И вот через все Писание проходят примеры, как Господь, вот седьмой стих. Творит суд обиженным, дает хлеб алчущим, разрешает узников, ну, то есть освобождает. Господь отверзает, открывает очи слепым, восставляет согбенных. Ну, то есть исцеляет вот скрюченных таких людей. Распрямляет. Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживая сироту и вдову, а будет нечестивых извращать. То есть Господь вот все это делает. На протяжении всего Писания мы видим примеры, как Господь особенно относится к категориям таким незащищенным. Пришельцев, дава, сирота, да, вот таким социально незащищенным категориям граждан, как сейчас официальный язык говорит. То есть Господь со своей стороны вот это все делает. Вопрос, где наша надежда. Когда что-то происходит хорошее от Господа или просто, как вот мы думаем, что просто так пришло. Да, мы радуемся, говорим Господу всякие слова хорошие, прославляем его в сердце или громко. А когда что-нибудь случается, вдруг почему-то опять начинается метание. Поможет Господь, не поможет. Ну, не знаю, давай, давай на всякий случай, вот это вот на всякий случай, да. Давай на всякий случай я там чего-нибудь там под шамалью где-нибудь спрошу. Нет, Господь должен быть первой надеждой. Вот, и если время от времени Бог медлит со своими молитвами, со своими ответами на молитву, либо не говорит, ну, если, ну, либо не, ну, по какому-то случаю говорит, нет, это будет по-другому. Вот, не так, как ты хочешь будет. Это не повод, не повод разочаровываться в Боге в целом. Потому что то, что здесь написано, творит суд обиженным, дающий хлеб алчущим, открывает очи слепым, там, и так далее, и так далее, и так далее. Бог не перестает это делать. Вот, да, это не пришло в вашу жизнь, в нашу жизнь. Или не пришло вот в какой-то области нашей жизни. Во всех да, а вот в этой нет. Это не повод разочаровываться в Боге целиком. Тоже у человека есть такая странная привычка. Бог благословляет, благословляет человека, дает ему там заботиться о нем и так, и сяк. Вот, и хлеб на столе, и крыша над головой, там, одежда. Ну, вот все-все необходимо, и даже сверх, много сверх этого часто дает. Вот, ну, случается какая-то осечка, и в какой-то момент Бог говорит, нет, вот здесь, вот в этой области, ну, давай сделаем по-другому немножечко. Будет что-то по-другому. Или подожди, или просто нет. И человек сразу начинает разочаровываться. Ах, все пропало, Бог меня не любит. Вот, да где же Бог? Да что ж такое? Так странно, да? Вот, вся логика, вся история жизни человека, вся там, ну, все-все-все показывает, что Господь с ним. Господь рядом, Господь благословляет. Но случается какая-то ерунда одна. А может быть не ерунда, а может быть действительно что-то серьезное. Но оно одно, два, да? И человек начинает менять свое отношение к Богу. Но как насчет самого первого решения, да? Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есть. То есть, в такие моменты разочарования или напряжения важно возвращаться к тому, где Господь был. Где Господь говорил, где Господь благословлял, вот к этому месту. Не физически, в смысле, ногами туда идти. А сердцем вспоминать, что да, Господь был рядом. Может, он и сейчас все-таки рядом. Господь благословлял, может, он и в этот раз благословит. Если Господь не дал вот это, ну, значит, он даст что-то другое. Потому что он не оставит и не покинет. Поэтому, дорогие братья и сестры, в это чудесное четверговое утро, поддерживаю вас не унывать, славить Господа в своих сердцах, своими устами. Ну вот, если уж что-то случается, не разочаровывайтесь, возвращайтесь к тому доброму, что Господь делал для вас. И делал многократно, я уверен. Вот. И давайте прославляем Господа своими жизнями, сердцами, словами, делами. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, держаться за Тебя, быть верными, Господь, потому что Ты верен, потому что Ты Бог, Святой, никогда не меняешься. Благослови, пожалуйста, нас, Господь. Научи нас верности. Научи нас славить Тебя и благодарить, Господь, несмотря на ненравящиеся моменты в нашей жизни. Благослови, пожалуйста, нас. Тебя нам радости в этом дне. Наполни нас собой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Тебя нам радости в этом дне. Иисуса Христа.